Не такие, как все, или люди с ограниченными возможностями здоровья. Такое словосочетание у здоровых людей скорее вызовет жалость и сострадание. Но стоит ли жалеть тех, кто столкнулся с жизненными трудностями, но нашел в себе силы, пусть не встать на ноги, а сесть в коляску и стать чемпионом? Скорее нет, а вот поддержать, например, финансово даже нужно. Так, например, Ульяновская региональная федерация спорта для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выиграла свой долгожданный президентский грант. Заявку подавали уже трижды, но на этот раз им сопутствовал успех. Успех, он только радует настойчиво. Лифта наверх нет, здесь только ступеньки, надо идти шаг за шагом. Ну, я думаю, что и результаты, и то, что наша федерация не сдулась, а занимается спортом, и результаты есть и в российской споде о нас. То есть мы показываем, что несмотря ни на что, мы и пишем, и занимаемся, и подтверждаем написанное дело. Получившую сумму спортсмены планируют потратить на проверку 55 спортивных учреждений на предмет доступной среды, а также на организацию соревнований по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, соревнований по бочче и баскетболу на колясках. К слову, баскетбол – один из самых популярных видов спорта в федерации. В команде есть как игроки со стажем, так и новенькие. Я сам занимаюсь, в основном я занимаюсь легкоатлетикой, я бегаю. Мне тренер предложил сюда позаниматься. Я пришел, в начало, да, это я как-то думал, что не получится ничего. Потом, когда съездил с ребятами соревнований, я понял, что там и азарт, и адреналин, все. То есть работаешь не так, как один, а в команде. Еще одна некоммерческая организация «Содействие семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья солнца для всех» получила грант от правительства Ульяновской области в размере 450 тысяч. Эти деньги потратили на специализированные велосипеды для особенных деток, воспользоваться которым можно абсолютно бесплатно. Как многие дети с отобливанием опорно-двигательного аппарата, они могут самостоятельно ездить на обычной велосипеде. Эти приспособления специально сделаны для того, чтобы, во-первых, они не боялись, потому что у многих очень большой страх высоты. То есть крепление делает полностью туловище и закрепляет во всех местах ноги для того, чтобы страха не было. Соответственно, сам механизм колес построен так, что даже если ребенок самостоятельно не крутит, мама может самостоятельно его двигать и в это время вращательное движение все равно существует. То есть это даже пассивная такая гимнастика очень полезна таким детям. Всего в этом году 56 проектов ульяновских некоммерческих организаций получили субсидии из областного бюджета Ульяновской области и 25 из фонда президентских грантов. Одним из основных направлений реализации проектов является, конечно, поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Кристина Жакот, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.